Я никогда не пишу сценарий, я не думаю о чем я буду снимать видео, я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами, реальная Алания, жизнь в Турции, видео каждый день, приятного просмотра. 12 марта, Алания, 7 часов вечера, 1 минута 8, еще светло, сумерки будут начинаться минутах через 15, наверное, не раньше. У нас теплый довольно день сегодня солнечный, средняя температура была, я думаю, можно смело сказать в тени, 19-20, на солнце гораздо выше. Ну вот, ожидается с 8 вечера сегодня дожди и это просто мокро дожди, еще не было сегодня, это здесь что-то. Вот, где-то с 8 вечера и завтра дожди и даже послезавтра дожди теперь у нас будут, ну они не будут все время, конечно, не будут, не будут круглосуточно, но тем не менее, два дня ближайшие погода будет. Вот, может быть без солнышка даже, сейчас выйдем с третьим вечером, походим по набережной порта, вон Херсончик стоит, привет Херсон, всем, всем, кто любит этот город. Все, да, 10 этажей нет. Сказал, через 15 минут начнут сумерки наступать, но вот смотрю, так вот, вы знаете, пока пару минут даже прошелся и оно уже, уже начинается. Пока я дойду до светлой улицы, уже будет, я думаю, заметно, да, уже заметно, собственно, да. Так быстро все происходит после захода солнышка. Ну, на дождь пока не похоже. Зонтик я взял, потому что домой неизвестно вообще, во сколько придут. Этот кактус гигантский я вам уже показывал. Уживком высокий. Ну, почти как вот этот дом. Мандарин 27,90, овощный магазин и коммерческий апельсин 14,90 и 19,90. Просто лимон, лимон 14,90, морковь 19,90. Ну, выше цены я сразу могу сказать, та же морковь, она максимум 15 на рынке, на вечернем рынке она 10. Здесь аж 19, конечно, трижды на рынке. Интересно, почему лимоны дорогие однозначно. Ну, понятно, что на рынке все дешевле. Хотя, если человеку нужно купить там полкило того, полкило того, то рынок находится, если не возле дома, а к нему нужно идти, то понятно, что можно и... У меня активно я пользовался в декабре овощным магазином такого типа. На рынке все никак не попадал. Даже уже привык к ценам этих овощных магазинов. Хотя понимал, конечно, что на рынке все дешевле будет. Ну, как-то так больше месяца активно ходил в магазины в эти... Ночами, я рассказывал. Полночь обычно я приходил в этот магазин, и сюда в нем было как минимум несколько человек в полночь покупателей. Так, на площадь Хаджет мы вышли. По светлой улице сейчас выйдем на набережную, пойдем в порт. Может быть, я сегодня схожу на маяк, но снимать буду фрагментами, друзья, чтобы быть свободным от постоянной съемки. Я Кшамлар. Добрый вечер, сова. Добрый вечер, дерево историческое, уважаемое. Давайте, я помолчу, послушаем молитву. Добрый вечер, зови. Кусом! 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 как люди отбегут на красный свет возрасте уже дамы блины не знаю только вот из стран таких как я думаю америка великобритания ну возможно из некоторых европейских страну не все вот люди реально будут стоять и дать даже даже ночью даже не будет ни одной машины на будет красный свет люди будут стоять и ждать зеленый что что должны делать все люди считающие себя нормальными скажем так к сожалению ну вот прошло от начала съемки не больше десяти минут и уже уже существенно стало потемнее чем было олень уважаемый человек идем на светлую улицу забаться на ксилофон чеки их катюня там микрос наш еще не зная что вы там понапишите в комментариях я сегодня только буду делать примеру этого видео где просил выбрать имя нашему миграсу или или кокоса будет он микросом или кокосом зависит от вас сейчас уже солнышко зашло уже кокос может меня не дождаться уже ну все посмотрим на светлой улице вечер еще не наступил фонарики 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 не зажгли пока для вас то музыка можете разложить по нотам и запатентовать разрешаю поставить свою авторство на мелодию которая так что сочин погромче на стучать я понял да на красивый звук получается сегодня или когда соревнования вспоминаю соревнования бегунов каких правильно назвать тех кто бегает короче не помню 17 числа вот теплый день был и работала мир на течение всего дня сегодня здесь сувенир на улице все точки практически вот одна-две всего не работает так много еще не было в этом году то есть и ждут туристов динозаврик привет какая красота хендмейт что идем смотреть нашего мигроса кокоса дождался или нет интересно конечно хотелось бы чтобы дождался я вижу кокоса он дождался она вернее ну что я все время никак не правда он за решеткой она сейчас увидит прибежит кокосик не играть как тебя назвали привет привет красавчик дождался еще не ушел далеко сейчас кушать будет тебе за это подруга ты чего вчера не подходила сегодня сидишь не реагируешь иди кушать дам тоже идет я думаю что она тоже с радостью примет имя иммиграс и кокос как назовем так и будет вторая будет тогда вот это вот вторым именем называться кокосик все дождался дождалась блин да что ж я никак все пандочку никак не научусь пандочку называю девочкой а этих девочек наоборот называют пацанами блин за праздник что-то у нас новые самокаты появились что-то или это чей-то получается походу это наверное какая-то еще вошла это бин-бин-бин бин-бин этот блин а это скутер написано там что-то еще слово какое-то конкуренты вошли наверно уже их и так было так много будет еще больше получается раз конкуренты добавились а может и они тоже не знаю не было еще буквально позавчера точно эти самоката вот это от фирмы почему имя я ему прошу выбрать кокос или миграс потому что он целый день сиди смотрит на миграс и живет он ночует в кокос пол бич вот как раз пол бич слева поэтому пишите друзья давайте еще и под этим видео пишите как назвать того котика кокос или миграс и тут эти есть штуки бутылку можно ставить сколько кола и которые все упиваются в турции как у нас 30 лет назад у нас уже давно такого нет она уже бесплатно не нужно людям которые своим здоровью заботятся не то что бесплатно не нужно не пить за деньги не было даже с лимбой платить кокос пол бич кокос кокос у нас ананас есть возле отеля на нас в принципе не знаю может быть чуть-чуть мне больше хочется чтоб ее назвали кокос хотя если не кокос тоже нормы адана кебаб да хочу сказать что адана кебаб вот с этими всеми подражаниями за год подачи адана кебаб по многих местах изменилась уже не правда не подают в адана кебаб так много зелени собственно много еды раньше адана кебаб это реально было не только кебаб а еще и куча куча всего и большая тарелка с рисом включает на вредные картошки и перчики загреленные помидорчики еще салатики и даже оливки сейчас вот я замечаю уже последний то последние полгода уже как минимум адана кебаб почти везде подаются в таком резаном варианте также экономия на лицо когда вы сидите ну то есть допустим вот у них традиционного многих ресторанов ну почему все в принципе когда что-то заказки вам приносят тарелочку с ну тоже зелень лук там несколько оливочек помидорчик может перчик быть загреленный может быть лепешка когда же вы сидите вдвоем допустим да или втроем то на каждого из троих вас не приносится уже такие порции то есть приносится они уже скажем так урезанному на двое допустим принесут а третье там не будет котик привет нет красиво вот так вот одного позвал смотрите близнец нарисовался да 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 сейчас еще подойдут два раза больше того мощный котик голодным точно не назовешь купитами то что по градусам сейчас я думаю 18 сто процентов больше больше не знаю сказать ли по ощущениям возможно даже больше градусника вряд ли еще 18 очень комфортно принципе ветра нет самая уникальная фигура как и многие из этих сделанных сезон я думаю что муниципалитет тоже в шоке они не знают куда идти просто ветра нет очень комфортно очень комфортно блин можно было снимать конечно без паузу монтажа честно я уже немножко замахался грузить такие видео мне вчера оказалась часовая прогулка очень сложно очень долго загружать долго ждать но и все-таки так я хоть чуть-чуть свободен сейчас я могу где-то постоять просто присесть посидеть без камеры кстати вот что вода здесь меньше и стала я только вот сейчас заметил ли это действительно сейчас произошло потому что я это тут часто бываю но часто реально заметно что ушла вода немножко на метр или два на эти вопросы я не отвечаю ничем не спрашивать всякие провокаторы паникеры и неадекватные просто люди они используют эту воду которая туда-сюда может уходить приходить они используют каких-то запугали запугивающих целях ой как много людей на пляже офигеть ну просто сидят не цель не загорают они купаются либо это из-за того что шторм был мне мне ну кажется все таки но не знаю потом днем посмотрим что такое вот реально сейчас сразу глянуло ощущение что чуть-чуть вода на пару метров сдвинулась не было таком последний раз когда здесь было приливы отливы друзья хоть их и нету как бывало не но но они есть такое бывает каждый год воды может быть на метр-два дальше ближе больше меньше это все как не связано с тем что он пытается там на уши надеть блогеры детские машинки код код похожий на мой пятнаху цвет не знаешь во втором вы мужем не стоит отчета пойти его боишься что пойду я друзья наверное мальчику обожаю наступление вечера вот в этом месте там по дороге на мальчике там это возле башни а единственно что плохо что мы не увидим уже пляж на башне и море не увидим прозрачность темно уже малого не увидел несколько дней а тут и не был несколько дней а ловый привет летит летит ухты прям подростки скучал до боя мать просили этот раз был прямо шла пайка мне лезет когда насыпаю такой голодный сена малыша ну растете растете вы по чуть-чуть все познали на маяк сегодня по надрежной порта и по майку блин все забыла дождать камеру зонам что показать рисунки но пытаются яхте замечательные там целое произведение искусств виде морских обитателей но издалека мне надо ли зайти чтобы этой камерой снимать или взять камеру зончиком показать вам это всю красоту того что там нарисовано просто издалека можно будет всех абсолютно лавочках люди сидят лавочки занят ходит меньше людей одна лавочка просто повсюду сезон это бывает идешь есть свободные лавочки сейчас еще ни одна не видел каждой кто то есть болта наш пандусик панда 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 красавчик на стрижен эдвин тебе особый привет эдвин привет флан дочка привет привет дружу привет и индивиду прикольный это привязан 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 да панда панда с летней стрижкой привет скажу гав гав эдвин эдвин скажи гав гав скоро идем к тебе приедет хозяин отошел здесь здесь и хозяин короба все нормально видео погладил туда на маячок увидимся я к шамлар я приходите на панда шоп на шопинг панда шоу всегда пандочка вас ждет пандочка заслуживает 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 вашего внимания потому что песик работает чуть ли не круглосуточная живет здесь по нескольку месяцев даже пожил две или три недели дома и все и опять он теперь будет до тепля месяца жить здесь прямо ночевать на рабочем месте поэтому поддержите человека хорошим уже летятся кораблики тут много больше нас пока еще северной сработает водопаду на нюнарном пойдем наверно после маяка пойдем на фунтан идем на маяк идем на красную башню людей но нельзя сказать что много ходит но я сказал лавочки все практически заняты кукуруза попкорн все все работают вот лавочка свободно а так вот людей ходит ну прям что много не скажешь и больше все таки местных чем чем иностранцы там возможно эти соревнования по бегу возможно что-то еще поставили было события или будет вот только сложно сказать не знаю там маленькая сценка здесь трибуна где люди могут сидеть и что-то здесь возможно к выходным что-то будет если что-то узнаю то сообщу может быть уже что-то было на выходных которые прошли не понял что снесли заборчики будут делать видимо набережную здесь вот еще что-то будут укладку новую делать кирпичом или плиточкой чем какие-то работы будут еще до сезона старт официальный сезон номер на 1 апреля точно точно не знаю но возможно 1 апреля а тут еще один пришел откуда-то взялся как раздвоились наверно родственники так похоже сидел на лавке и такой какой-то ну даже как бы особо ветра не было над какой-то порыв такой чуть ли не холодный такой офигеть и люди мимо проходили из казахстана тоже ничего себе как подуло холодным а потом хлоп и прошло все вот тут непредсказуемо я знаю что сейчас буду идти туда там возможно будет какой-то участок пути будет как бы прохладнее чем сейчас потом вернусь сюда и может быть вообще еще теплее даже чем ой штанчики людей совсем мало ответе заборчик убрали на вот эти вот камушки все заново на жизнь класть укладывать на кафешка чайная хай в рыбаде сенски мы здесь чай пили не только чай тут возле них вообще тепло щенц на любимого лавочка сейчас на бантан через 7 минут бомба балык несколько человек есть мало втором этаже ресторан шады если я правильно вычитаю тоже есть несколько человек они зашатались этого у меня крыша поехал людей ну немного но русскоязычных сейчас проходило несколько несколько пару то есть пополам часто встречаются русскоязычных турецких граждан дерево это они сюда подвинули там живая музыка бомба балык парень с гитарой все же наступил вечер и на фоне темного неба уже видно вот это вот облака такие стуль тучи облака на дождевые уже облака и 8 с 8 должен быть дождь как бы на надеюсь хотя бы с 10 он будет а не с 8 хотелось бы сильно намокнуть у меня зонтик есть как бы на обувь обувь самая проблема что всем привет любителям харбор и любителям красной башни пляжа у башни так обещаю друзья если не в марте то в апреле мы точно поедем наверх погуляем по крепости посмотрим на мои любимые виды этом 100 лет уже не было если нет котик сидит умывается кушал мир к сожалению не увидите то что можно было видеть здесь при светлом времени суток видно прозрачную воду даже без но даже в темноте не знаю вам видно или нет я одно вижу свежий здесь ветерочек дует с моря прям реально свежий сейчас на маяк буду идти наверно даже капюшон возможно на тему еще посмотрим что там будет котик вам есть не предлагаю вы здесь в харборе живете запретаетесь такой едой которую я даже не вижу тут молодцы ребята с ресторанами выносят прям ну много раз видел которые было носит ну понятно что не специально для них дело это то что надоели посетители мусорку не выкидывает а выносят котейка молодцы о вот сюда пришел тут уже сразу прям теплее стало чем было там моментально просто парень из кафешки он котик как разгладит так на красивую витрину не пойду идем маленький-маленькую можно дать поесть я думаю попробую малыш от еды таки не отказался они сюда доходят я не знал они расширились 5 или 6 минут назад мы там были на лавочке я вам скажу что сейчас мы будем там то есть здесь да тут вот тоже стою сейчас на возвышенности как бы немножко и ветерочек такой легкий легкий не сильно погнали еще посмотрим что там вот что там будет на маечке котейку по корму которая живет там я тут собственно несколько дней не было конечно суп она меня ждала вот не выжил когда-то отходит видимо либо либо кто-то кормит еще помимо меня возможно ходит на я это на маяк хожу не каждый день и даже не через день что красота вот он вечер вечер красивый да немножко хочется капюшончик натянуть даже свитер с капюшоном о а тех кто это видео помню где кутик меня дождался где-то его видел но он сидел где-то или по набережной не здесь на пути на маяк то другая была кошечка у того который на голове какие-то проблемы на маяке основном и по пути тут такая красивая окраса черно-черно-темно-рыжего такого но мы не всегда было этого здесь не вот какая красота вправо смотрю темно красиво и там огоньки района на особо то сморки стыд мухмутлар карли джанк все назвал по порядку как они есть красота не тоже литерочка вот она и сразу стало теплее когда ветер будет он было немножко даже как бы свяжу сейчас опять классно людей сейчас уже немного тут а боится катюня это не ты там случайно катюля которая на майке была катюнь святана ко мне прибежит кис-кис подойдешь сюда дам есть ты или нет и не упала сытая упала и так и демонстративно загляла на бак и почете надо от меня люди сидят на камушках справа тут вам не видно тут рыбаки сидят люди сидят на камушках каждый метров двадцать-тридцать кто-то сидит друзья если вам что-то видно посмотрите красиво ну видно по-любому вам видно крепости смотрите черное-черное небо белая облачка и сливается черное небо с черным-черным морем и маячок там дальний тот 5 чего было теплости себя немножко посвящено будет ли котейка там на лавочках или она будет внизу назад по низу пойдем а вот эти уже никто не идет боятся люди с темноты боятся ходить по ночной турции красота какая а там он то туда вот сторону где за каркаджаком там вообще прям черная наверно там дожди часа будут смотрите нам на фоне маячка белая-белая большое облако или туча как-то назвать облака давайте назовем для котейка сырбаки есть такие что уже никого нет коктюня где ты наш может она камняк сидеть принципе и кстати я еды на всякий случай оставлю сейчас на лавочке коктюня может может прийти если сейчас нет да тут вообще никого нет точно никого там семья одна на входе стояла рыбаки от выведем так котя если придешь сюда давай тебе чуть-чуть на всякий случай еды насыплю вдруг тебя там не встречу где тут больше защита будет от дождя туда насыплю там мы с вами были минут 20 назад примерно там пандочка там улица баров начали мы снимать возле кокоса или микроса вон там он буковки оранжево просвечиваться микроса никого здесь здесь рыбаков люди покажите нам рыбу которую вы поймали уже не только пришли все ночные рыбаки так ладно пойдем по низу назад может быть котей кота наша которая всегда была здесь посмотрим будет ли она у нас внизу ты майки внутри там ничего интересного то мне кажется интересно было бы оказаться носа вверху где эта лампочка горит красная которая мы видим издалека ну и на смотровой маячко интересно было бы постоять кстати все не ошибаюсь был какой-то день по моему я что-то читал год-два года назад не помню когда что маяк был открыт для посещения может я ошибаюсь конечно мать наследить за этой темой здесь когда пони зайдете обращайте внимание на не одна эта картина здесь несколько выложены из камня полностью смотрите какая прелесть из камушков черных и светлых выложены такой от кораблик и море следующий вам показал это по-моему не показывал ветра нет нормально здесь но но я думаю сейчас на набережной там теплее будет когда мы выйдем отсюда не одевал я капюшон таки ни разу мы чувствую что здесь чуть-чуть по прохладнее чем там будет на набережной чем было и будет тоже часто может вообще быть так тепло что я простегиваю все что на мне лишь бы не пошел дождик сейчас посмотрю сколько тикало хотя он мне в принципе сильно не испугает пусть мелкий пусть идет 802 в принципе ты тут как раз белая туча сяна разразится водой эти белые облака лишь бы не было сильного дождя а вот завтра завтра вам опять как посмотрел там страсть на целый день почти нарисовано это сегодня уже мы смотрим с вами здесь один не будет главное что было какое-то время хотя бы пару часов чтобы эти можно было по наматывать километры и под дождь пусть будет не сильный под ним тут еще люди на маячок а вот следующая картина окрасами с подсветкой дверь всего наверное я пропустил уже что-то не смотрел на него вот вторая на ней из камушку вложен маячок и даже чайки и она даже подсвечиваться может просто сейчас тут не работает подсветка может быть сделать к сезону нет он не видно нашей котю не которая которую сюда мы обычно встречаем когда на маяк ходим вот на это я точно внимания не обращал но тут тут как-то вот несложно понять картинку что это друзья кто особенно меня знает с канады кто-то паникует кто-то говорит едь едь никуда пока не еду и вряд ли поеду поэтому успокойтесь как я могу поменять любимую турцию любимого не просто поймал что в канаду если он едешь то уже вряд ли когда-то где-то побываешь в странах европы турции вряд ли даже если учесть что когда-то вообще невозможно будет получить вид на жительство все равно можно больше полгода где угодно и полгода здесь скажем так поэтому турция как бы никуда не денется любимая поэтому но я не из тех кто мечтал жить как предел америка канада понятно что миллионы таких людей есть они воспользовались моей ситуации уехали подназначным я просто вижу что мне там будет некомфортно не не совсем интересно спокойно к этому отношусь хотя я понимаю что я теряю большой шанс как бы изменить жизнь свою и по сути через года три или четыре стать гражданином канада даже шанс это отдается пока его можно было бы использовать но люблю я морские страны без средиземного моря жить не смогу хоть это не ты идешь это ты или нет и ну кася так по цвету вроде похоже это ты да а ну ка на голове да да это ты их нет я данными тоже сразу нужно идем эти насыплю где-нибудь есть водички даже те на юность и писать подожди она до голову посмотрю или она у тебя зарастает или то а ну да вроде бы зарастает если это ты и вот пятнышко маленькая на голове было большое по-моему ты это по цвету судя да если это ты то заросло на голове все нормально мы тебя не видели дней 5 значит тут два сидит сзади какой-то почетный караул смотрите один вот сидит второй вот сидит а посредине как будто то что они охраняют вас тут кормят с арбатскими корабликами рядом прилетели моментально ну они тут точно не голодные не видно по ним что они прям худые рыбком днем дают здесь конечно мелко втовой сегодня котик мало кормил почти всех показано не всех но почти всех показывал кого кормил уже все полкило корма уже нет осталось буквально на три или четыре котика вот что-то бежит а это тот по моему которому сверху смотрели тут лежал там вы ко мне светящийся глаз это кошечка появилась которая на я этого начал кормить она подошла то который на лавочке вот там сидел раз я показываю черно-черно-коричнево-оранжевая короче симпатичная такая все местные котейки которые здесь живут порыв ветра вот и натянул я капюшончик блин а не одевал я уже ничего уже несколько неделек однако это как-то не очень рада что свежо так сейчас парень стоял ветер холодный подул парень местный стоял возле машины преобувался с кроссовок у панкота гражданская оборона привет всем панка стоял парень переобувался короче с кроссовок в зимней ботинки прошел улыбнулся улыбнулся про себя это рыжий когда мы заходили туда моим кормить прижиг дал бы тебе еще на ограничен ресурсами щас тут жду когда уже можно будет шлёпанцев наконец ходить так все снимаю капюшон ветра нет нормально ветер подул реально прям градусов 14 было по ощущениям света бомба балык чуть больше людей становится к вечеру есть иностранца есть большая часть турецкие люди у вас красиво чем приятно красивого гуляют местные с семьями это лавочки мы были давайте мы еще присядем красота привет кто любит эти места друзья еще чуть-чуть и вы окажетесь тоже здесь и сможете присесть на это лавочка сходить на маячок прогуляться по набережной порта забраться на крепость забраться вверх на башню напоминаю что туда можно заходить внутрь покупается билетик и заходится туда внутрь по кафешку как быстро собрали смотрите нормально не бояться что дождь начнется моментально просто пока мы прошлись они убрали все столики и как бы закрыть ну как быстро да дождя дождя боятся готовиться к дождю оттягивать тенты сейчас выйдем влево к водопадику короткими видео у меня не получается конечно когда выхожу на прогулку неважно снимаю фрагментами либо либо не фрагментами привет всем любителям длинных прогулок привет любителям вечерних и ночных прогулок Анна это мама учим турецкий язык баба это папа баба парень шорта точно не местный так а неужели водопад выключили работал не слышу сейчас котики которых мы кормили они точно братья а не работает работает в водопаде такое впечатление что он не работал 5 секунд назад я прислушался нету звук капец жучки где-то стоят я сказал неужели не работает получается он включился ну реально не было шума офигеть как так ну кстати там когда я нахожусь возле фонтана непосредственно который управляется человеком обычно будочка рядом с человеком там да там реально я уже рассказывал что я включаю камеру фонтан не работает этот человек включает для меня реально он видит что турист с камеры включает фонтан теоретически можно предположить тут камеры на каждом столбу они меня снимают можно предположить что он на самом деле сейчас не работал ну услышали они меня точно нет не это так один процент из миллиона разве что и они видят что я с камерой иду и взяли включили фонтанчик может быть но вряд ли а вот когда реально я находился вот там несколько раз ну и сам я знаком знаю как это все происходит хранитель фонтана мой друг который там где пятнаха где теннисные столы цветной фонтан я знаю что это все управляется вручную несколько раз такое было точно что человек просто меня заметил не мой друг а в другом месте заметил меня что с камерой бах и фонтанчик включается вот сцена вот трибуна для людей что-то здесь либо награждение бегунов либо что-то еще какое-то мероприятие либо было либо будет постараюсь узнать а тут все проходит стронгмен соревнования каждый год они здесь но стронгмен бывает обычно всегда один день здесь один день на пляже клеопатры на клеопатры я не попал ни разу сколько я на стронгмен был почему-то вот так получилось а здесь я был много раз и даже маленькое интервью у меня есть с мистером марселем который один из основателей не один из основателей а основатель стронгмен и самый сильный человек в мире у него один одного он был одним из первых обладателей этого именно титула звания известный человек близко не подхожу а то мелко летит с новицей окей выхожу наверх кто-то из вас так усилий напросил выйди наверх пройдись по верху честно не собирался туда собирался идти ну решил выйти наверх боже как и мне холодно бегунам они прибежали прохладно 16 не больше сейчас может даже и 15 вы знаете действительно прохладно и сюда уже давненько не выходил смотрим сверху теперь там мы были с вами мы шли 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 а 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 и а а Пять 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 Тут банкоматы Акбанки гарантий кому может надо. Кто помнит как я котика здесь кормил такого замученного? Пацан такой был замученный такой голодные здесь. Гляну вспомнил. Нет темиз отель и идем нюхать естественно апельсинки раз уже сюда вышел там все время смотрит там вот есть несколько деревьев они всегда надеюсь они уже зацвели может быть еще и нет сейчас все таки еще не все зацвели апельсинки сейчас посмотрим понюхаем если не зацвели да да уже слышу запах может не все зацвели на запах есть вот как его обожаю будет прийти еще дня через три сюда они еще не все зацвели вот видно что цветет потрясающе они выглядят здесь всегда красиво когда апельсинки на деревьях и запах когда они цветут там уже друзья в айтики и жима позоры автостанции калибабе в гости не пойдем сейчас давайте посмотрим фонтанчик кто-то из вас тут на этой лавочке где я сижу или на вот это или на у той напротив кто-то сидел ел мороженое кто-то назначал встречу с кем-то кто-то ел днр кто-то еще что-то поэтому вспоминайте как вы были здесь а я пока думаю выйти наверно да выйдем тюльпаном все-таки думал ну варианты либо квотики выйти через через али бабу можно было до али баба уже закрылся нет смысла к нему идти либо выйти да выйдем тюльпаном сейчас по улицам пройдемся торговым немножко давайте друзья наверно сделаю сейчас финалочку здесь я поменял аккумулятор вот с этого места мы просто немножко прогуляемся сейчас по центру выйдем форту это будет либо следующее видео либо она уже на канале наверно следующее чтоб не нарушать как бы порядок спасибо кто гулял со мной сегодня спасибо за ваши лайки кто хочет поддержать меня сложное время все ссылочки на донат находятся в описании спасибо большое всем без вас меня бы не было привет изолани мира добра позитива пока